МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 соток – это альтернативное решение жилищных проблем для многих казахстанцев. Особенность государственной программы позволяет подать заявку и на жилье, и на земельный участок. Этим правом обладают все совершеннолетние граждане страны. Однако при получении жилья заявитель автоматически выбывает из списка претендентов на заветные сотки. Стать в очередь и получить земельный участок в области, районе или поселке может каждый гражданин Казахстана. С внедрением инновационных технологий теперь подать заявку на земельный участок можно, не выходя из дома через сайт ЕГОВ. Для этого достаточно иметь ЭЦП. Также в формате онлайн граждане могут отслеживать и свой статус. Чтобы подать заявку, нужно войти в его раздел. Недвижимость, далее земельные отношения. Здесь есть графа «Земельный участок под ИЖС». Нажимаете кнопку регистрации вашего обращения. Там же выбираете и местоположение – область, район и так далее. Вводите свой номер телефона. Регистрируйте заявку и через СМС или ЭЦП ставите электронную подпись. На сегодняшний день в Казахстане более полутора миллионов человек стоят в очереди на земельный участок. И эта цифра неуклонно растёт в геометрической прогрессии. Причём Алматинская область является антилидером по количеству очередников. В очереди стоит около 162 тысяч человек. С 25 марта и по сегодняшний день в онлайн-формате подали заявку ещё 870 тысяч человек. Как видите, очередь выросла. В этом году к выдаче готово 1037 земельных участков в разрезе области. В этом году более тысячи граждан Алматинской области смогут получить заветные 10 соток. Из них половина – жители Утинайского сельского округа. На очереди участок Жастар-3, сформировавшийся ещё с 2007 года. Здесь проведено водоснабжение, есть линия электропередач, подготовлено дорожное покрытие. В настоящее время оформляется и передаются на баланс электриченические и водохозяйственные документы. На сегодняшний день по Талдыкургану распространилась информация, что в регионе нет свободных земельных участков. А с подачи заявок онлайн возникают некоторые трудности. Как отметил Аким города Осет Масабаев, в областном центре число очередников на земельный участок составляет свыше 30 тысяч человек. Из соответствующих требований территории лишь в селе Утинай имеется необходимая инфраструктура. Также по проекту развития города речь идёт и о возврате неиспользуемых земель. Совместно с отделом земельных отношений нами ведётся работа над предложениями. Земельная комиссия будет выявлять, как используются сельскохозяйственные угодия близ Талдыкургана. Их почта составляет порядка 6 тысяч гектаров. Все они в частной собственности. Предстоит серьёзная работа. Подать заявку легче, чем получить земельный участок, сетуют многие люди. В настоящее время долгожданные наделы получат те граждане, кто регистрировал заявление более 20 лет назад. Однако есть и хорошие новости. С 2021 года начат возврат неиспользуемых земель государству. Этот вопрос был инициирован правительством страны и уже дал положительный результат. Только в Алматинской области возвращено более 1 миллиона земельных участков. Около 1 миллиона 200 тысяч гектаров земельных участков подпазбище было выделено в сельской местности. Также в рамках поручения главы области в регионе ведётся работа по возврату земель для государственных нужд. На сегодняшний день в 8 районах начат процесс возврата порядка 90 тысяч гектаров земли. Казахстан занимает 9 место в мире по площади. По мнению экспертов, земли в стране достаточно, чтобы обеспечить наделами порядка 20 миллионов человек. Для этого лишь требуется рациональное использование территорий и своевременное обеспечение граждан необходимой инфраструктурой. В Алматинской области большую работу по укреплению института семьи ведёт Совет матерей при Ассамблее народа Казахстана. В городе Текили успешно реализуется один из проектов Совета «Школа молодых родителей». Сегодня в нём участвует около 20 супружеских пар. Одна из них – Чита Мусановых. В честь праздника в гостях у многодетной семьи побывала наша съёмочная группа. Многодетная семья Мусановых проживает в Текили, глава семьи уроженец Коксусского района, а его супруга – из Кирбулакского. Судьба свела их жизненные пути в августе 2009 года, когда они устраивались на работу в школу номер один «Моногородка». История рождения семьи началась в 2010 году. Годы совместной жизни не только сплотили Читу Мусановых, но и помогли осуществить и творческие планы. Всей семьёй они принимают участие в различных конкурсах городского и областного уровнях. В 2012 году мы впервые всей семьёй участвовали в областном конкурсе «ЖАС-ОТАУ», где заняли призовое первое место. В 2019 году приняли участие в конкурсе «Берекельот-Паса». Мы гордимся этим. Эти счастливые моменты останутся в нашей памяти на всю жизнь. Мы стараемся быть во всём примером для своих детей, чтим семейные и национальные традиции и приучаем к этому своих чад. Главную гордость любой семьи – это дети. И Чите Мусановых есть чем гордиться. У них пятеро ребятишек. Четыре девочки и самый младший – продолжатель рода Ярназар, которому всего пять месяцев. Старшая дочь Наркыс учится в пятом классе и мечтает о профессии журналиста. Айзире – хоть и второклассница, но уже твёрдо решила стать врачом. Раяна первый год как начала познавать азы школьных наук. Однако уже сейчас видит себя великой художницей. Умэд – самая младшая из девочек. Она посещает детский сад. Глава семьи Ярнар работает в пятой школе города Текили, заместителем директора по учебной части. Его супруга Динара Даутова свою профессиональную карьеру продолжает там же, где и супруг. Она преподаватель начальных классов. И даже находясь в декретном отпуске, она в своём плотном хозяйственном графике находит свободное время для обучения детей. 15 мая – Международный день семьи. Он один из важных праздников общества. Так, семья Мусановых является примером не только для молодых семей и родителей, но и для подрастающего поколения. Ведь она построена на крепкой любви, доверии и уважении. А это и есть один из залогов семейного счастья. Вчера, 15 мая, в полдень из-за проливных дождей, грязевой поток смыл пять домов в городе Текили. На месте происшествия погиб пятилетний ребёнок. Во главе с первым заместителем Акима Алматинской области Леозатом Турлашевым сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, в котором задействованы более 200 человек – спасатели, полиция и медики. С места ЧП передаёт наш корреспондент. Эти шокирующие кадры были сняты на мобильные телефоны жителей города Текили, которые стали невольными свидетелями природной катастрофы. По их словам, такого в этой местности никогда не было. По предварительным данным, с горы сошло около 4300 кубических метров грязевой массы. В итоге повреждены пять жилых домов. А один из них и вовсе накрылась селевой волной высоту почти 3,5 метра. К сожалению, на месте происшествия погибла пятилетняя девочка, которая находилась дома одна. На сегодня ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для этого привлечены более ста военнослужащих в воинской части МЧС из села Озунагаш Жамбутского района. Мы прибыли в Текили в составе 100 военнослужащих на шести машинах. Сегодня с 7 утра мы проводим спасательные работы. Наши военнослужащие ликвидируют оползень в четырех домах по улице Кунаева. С 7 утра по настоящее время мы провели 22 грязоуборочные работы. По данным текилийских городских властей, в настоящее время к ликвидации последствий происшествия привлечено также более 10 единиц техники эвакуированных жителей, чьи дома уничтожены безмолвным врагом, разместили в гостинице. Некоторые были переданы родственникам. Похороны погибшей девочки 2016 года рождения пройдут завтра. Все расходы на погребение ребёнка на себя взял Акимат. Сейчас работает комиссия. Причины этого оползня – точная сумма ущерба, станут известны по итогам их работы. Все пострадавшие находятся в безопасности. Нам помогают также предприниматели и волонтёры. Ситуация находится под контролем. В настоящее время центральная улица Кунаева расчищена и открыта, но движение по ней по-прежнему ограничено. Спасатели вручную ведут работу по её полной очистке. По словам руководства города, работы по уборке закончатся в течение одного-двух дней. Уже после специалисты установят точную причину произошедшей трагедии. Главная версия по-прежнему – переувлажнение почвы дождевыми водами. Жандос Назарбаев, Алмаз Хамит Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Текили. Огненная стихия. С начала пожароопасного периода в стране зарегистрировано 67 лесных и один степной пожар. Только на территории края ЖТСУ в этом году произошло 24 лесных пожара. Одна из главных причин – нарушение правил пожарной безопасности отдыхающими. Какие меры предпринимаются для предотвращения возгорания в лесных хозяйствах области, узнавала наша съёмочная группа. У специалистов Куртинского лесного хозяйства горячая пора. С наступлением тёплого времени года они с особым вниманием регулярно обходят владение. Задача – не только обнаружить и ликвидировать возгорание, но и предупредить отдыхающих о возможных последствиях. Тем более, учитывая, что на территории лесничества расположена Туранговая роща. Место весьма привлекательное для туристов, но при этом достаточно пожароопасное. Всего же лесное хозяйство раскинулось на территории 367 тысяч гектаров, за состоянием которых неустанно следят 20 сотрудников. В прошлом году у нас на территории 97 гектаров произошло два возгорания. И уже в этом году также зарегистрировано два случая возгорания на площади 77 гектаров. В этой связи просим всех жителей района и отдыхающих на территории лесного хозяйства соблюдать правила пожарной безопасности во избежание возникновения возгорания. Основания для беспокойства лесничих вполне понятны. В мае отдыхающих на природе всегда прибавляется. В целом, пожароопасный период начался с конца марта и продлится до поздней осени. В этом году на территории Алматинской области уже произошло 24 лесных пожара, площадь которых составила 4500 гектаров. Кроме этого, удалось потушить 85 случаев загорания сухого травостоя. Одна из причин возникновения пожаров – это непотушенные окурки сигарет и незатушенные кострища на месте отдыха. Также нередко причиной пожаров становится брошенная стеклянная тара, при нагревании которых от солнечных лучей по принципу лупы и происходит возгорание сухой травы. Сегодня в регионе создано 343 добровольных противопожарных формирований, в которые входит свыше 4500 человек. По области функционирует 60 пожарных постов. Но несмотря на проводимую работу, сотрудники ДЧС Алматинской области призывают граждан не забывать о правилах пожарной безопасности, ведь предотвратить возгорание всегда легче, чем его ликвидировать. Надежда Белова, Гульжанат Маклужанова, Аблай Кутыгбай, телеканал ЖТСУ. Долг платежом красен. Более 50 миллионов тенге составляет сумма задолженности жителей Алматинской области перед главным поставщиком газа – компанией КАЗ «Трансгаз Аймак». Как оказалось, ни профилактические беседы, ни уведомления организации не оказывают должного воздействия на злостных неплательщиков. А потому поставщик вынужден прибегнуть к крайней мере отключения от системы газоснабжения. На одном из выездов монтажной бригады побывала и наша съемочная группа. Как показала практика, многие должники попросту игнорируют уведомления поставщика газа. А тем временем их долг продолжает неуклонно расти в прогрессии, что, соответственно, приводит к судебным разбирательствам. Одна из мер воздействия на неплательщика – отключение от системы газоснабжения, что и было произведено в одном из домов по улице Каратальской, где сумма долга его владельца составила более 65 тысяч тенге. Со слов представителей газовой компании, документы по данному абоненту уже переданы в суд. Ежемесячно контролёры газовой компании производят адресную регистрацию показаний приборов учёта. А отключение жилых домов от газа, согласно требований, проводится после завершения отопительного сезона. Вместе с тем, каждого жителя, имеющего задолженность по газу, ставят в известность о предстоящем отключении за 25 календарных дней. Этот период даётся также для возможности погасить долг. Компания «Кастрансгазаймак» ежедневно отключает от системы газоснабжения двух-трёх должников от системы газоснабжения. К примеру, по улице Каратальская, 55, должник имеет долг в районе 60 тысяч тенге. И должник, проживающий по улице Ескельдеби, 232, имеет долг 180 тысяч тенге. По данным адресам проводятся досудебные мероприятия с передачей документов в суд. На 1 мая текущего года количество неплательщиков в областном центре составляет свыше 4,5 тысяч человек. По Алматинской области это число чуть менее 8 тысяч граждан, в том числе в Ильском и Толгарском районах. В настоящее время по Алматинской области у нас имеется около 13 тысяч потребителей, которые имеют долги за потреблённый газ. Долги в основном составляют от 20 тысяч и доходят до 180-200 тысяч тенге. На основании изложенного компания «Кастрансгазаймак» вынуждена пойти на такие меры по отключению абонентов от системы газоснабжения с передачей документов в судебные органы для дальнейшего взыскания задолженности. Как выяснилось на момент публикации материала, порядка 70% из общего числа злостных неплательщиков уже погасили долг за потреблённый газ. Однако им придётся понести расходы и заплатное подключение, чтобы получить доступ к голубому топливу. Без кафе и ресторанов. В этом году выпускные баллы у старшеклассников пройдут исключительно в стенах школы. Решение Министерства образования запрещается проведение торжеств в ресторанах, организация выездных экскурсий с привлечением автомобилей на прокат, а также сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам. В случае нарушения запретов коллективу учебного учреждения грозит административная ответственность. В этом году документ об окончании 11 классов. В регионах получат свыше 17 тысяч учеников. По словам специалистов областного департамента по обеспечению качества в сфере образования, вручение аттестатов состоится 16-17 июня. Тогда же запланированы и праздничные мероприятия, которые, как известно, многие родители стараются провести масштабно в дорогих ресторанах и с арендой лимузинов. Всё это требует, конечно, огромных значительных сумм, и не каждому родителю это по карману. Поэтому в Министерстве образования не случайно ставится этот вопрос очень остро, и строго принимаются меры к тому, чтобы школьные мероприятия выпускные проводились только строго в стенах школы и на территории школы. Не надо привлекать туда никаких аниматоров, не надо привлекать праздничные агентства. В школе это школьное мероприятие, и поэтому силами школьных коллективов, педагогических коллективов, аж педагогические коллективы, они очень креативные, провести вот это последнее прощальное мероприятие со школы в тёплой школьной обстановке. Эмоциональный интеллект и вдохновляющее лидерство под таким названием в средней школе номер 23 села Мойнах прошёл областной семинар для малокомплектных сельских школ. Ежегодные мероприятия посетили директоры и заместители районных школьных учреждений, рассказывает наш корреспондент. В Алматинской области 233 малокомплектных сельских школ. Именно для их педагогов в селе Мойнах был организован специальный семинар по обмену опытом. Его посетили около 40 школьных представителей из пяти районов области. Здесь учителя поделились своими инновациями и результатом работ. Подобного рода мероприятия проводятся в целях создания методических пособий. В школе сегодня достаточно высокое сравнительное качество знаний, стопроцентное поступление учащихся в высшее учебное заведение. И в основном все дети у нас поступают на гранты. Как только мы включили проект развития школы как социально-культурного центра, у нас появились большие возможности. Мы нашли партнёров, интеллектуальных партнёров, социальных партнёров, которые помогают мотивировать не только учащихся, но даже наших учителей. Я думаю, что такой опыт не в каждой школе есть. Мы решили этим поделиться. Сейчас в средней школе села Мойнак успешно обучаются 190 ребят разного возраста. В этом им помогает одна из программ, разработанных здесь – эмоциональный интеллект. Благодаря дифференциации наша школа добивается замечательных результатов. Дифференциацию мы используем на разных этапах, в разных звеньях. И благодаря этому повышается качество знаний. Кроме этого наша школа добилась замечательных результатов. Мы побеждаем в конкурсах, учим детей, которые получают хорошие знания, умеют работать быстро. Это благодаря технологии БИС, которую мы используем на уроках. Благодаря технологии Кайдзен. Ну и дифференциации, которая даёт нам возможность получать, давать детям хорошие знания, а самим добиваться хороших результатов. Педагоги уверены, если каждый из них будет совершенствовать свою работу и искать новые методы в обучении детей, именно тогда можно говорить и о качестве образования. Ведь личный пример учителя – это тоже стимул для учащихся. Светлана Кондратенко, Надир Хамзин, телеканал «Джитсу». Шанхай выходит из локдауна. 26-миллионный город был полностью изолирован с начала апреля. При этом некоторые районы посадили на карантин ещё в середине марта. В сети интернет распространялись видеоролики, на которых жители периодически жаловались на нехватку продовольствия, устраивали домашние акции протеста, а самые смелые из них вступали в неравное противостояние с полицией. В данное время власти Шанхая объявили о поэтапном снятии антиковидных ограничений в городе и возвращении к нормальной жизни к концу июня. В этот период также будут постепенно снимать карантин с жилых комплексов. По словам вице-министра Шанхая Цзун Мина, постановленная задача значительного снижения до конца мая числа новых случаев заражения. В Шанхай и с других частей Китая были переброшены около 38 тысяч медицинских работников. Логика, интеллект и объективность мышления. В Талтыкургане прошел чемпионат Алматинской области по ДОИБ-64. В нем приняли участие дети от 13 лет и младше. Освоить азы, а затем и научиться хорошо играть в шашки, ребята школьного возраста могут в областной специализированной детской и юношеской спортивной школе по шахматам и настольным играм. Филиалы, которые открылись 4 года назад в Вискидинском, Коксусском, Каратальском районах и городе Текили. Воспитанники этих отделений составили основную конкуренцию талткурганцам в поединках за шашечной доской. Чемпионат прошел по классической версии. Для ребят эти состязания не только отличный способ познакомиться с другими шашистами и оценить свои возможности, но и шанс пройти отбор на чемпионат Казахстана, который стартует в конце июня в Шымкенте. Игра ДОИБе тренирует память, воспитывает настойчивость, смекалку, трудолюбие, целестремленность, точный расчет, формирует характер, зарождает в человеке творческое начало. Этот областной чемпионат послужит выявлению способных юных шашистов для участия в республиканских соревнованиях. К слову, в нашей области эта интеллектуальная игра развивается на хорошем уровне среди юношей и девушек из призеры международных турниров и Азии. Наука обороны, а не нападение. В ауле Алтыи Панфиловского района состоялся областной чемпионат по спортивному самбо среди юношей и девушек 15-16 лет. За титул чемпиона сражалось более 200 участников из 14 областей и двух городов нашего региона. Обо всем подробнее расскажет Лилиана Штогрина. Самбо учит спортсменов не только навыкам самообороны, но и воспитывает в них стойкость и выносливость. На первенство Алматинской области съехалось более 200 юношей и девушек, чтобы в упорных поединках побороться за путевку на официальный чемпионат Республики Казахстан. Он состоится в июне этого года в семье. Спортсмены, которые займут призовые места на республиканском уровне, войдут в состав юношеской сборной. Они будут и дальше защищать честь своей страны на самых престижных международных турнирах. Чемпионат области по самбо организован в физкультурно-оздоровительном комплексе Аула Алтыи. Построенном по всем международным стандартам. Специально для того, чтобы сельские ребята могли заниматься спортом, расти и развиваться. Здесь созданы очень хорошие условия для организации состязания самого высокого уровня. Радуют и настроение участников соревнований. Все они с большим энтузиазмом входят на ковер и борются за победу изо всех сил. Желание победить прослеживается в упорстве юных спортсменов, превозмогающих свои возможности под напутственные крики тренеров. В каждой весовой категории определяется только один победитель. У юношей на этом чемпионате их 10, а у девушек 7. Несмотря на юный возраст, а собравшимся не более 16 лет, спортсмены четко видят цель и добиваются ее. Среди молодых дарований у Лжан Даулет Кильды. Она пришла в самбо 6 лет назад. С тех пор никому не отдает титул чемпионке области. Более того, в этом году ей удалось выполнить звание кандидата в мастера спорта, став победительницей чемпионата Республики Казахстан. Я в этот спорт пришла, когда мне было 10 лет. Мне самбо понравилось своими интересными приемами. Поединок бойцов длится всего три минуты. За это время каждому спортсмену необходимо заработать как можно больше очков, а значит продемонстрировать максимум результативных приемов. Если у Лжан первенствует в весовой категории до 42 килограммов, то ее родная сестра Дожжан является лидером Алмадинской области и чемпионкой Казахстана в весе до 47 килограммов. Обе спортсменки начинали свою спортивную карьеру с занятий дзюдо в родной спортшколе Панфиловского района. И теперь мечтают покорить мировые подмостки. Я уже два года занимаюсь самбо. До этого осваивала борьбу дзюдо. В самбо мне удалось за короткий срок стать не только чемпионкой области, но и республики. В дальнейшем мечтаю стать победительницей крупных международных стартов. Благодаря победам сестер Даулет Кильды и хорошим результатам остальных спортсменов, команде Панфиловского района удалось выйти на первое место в общекомандном зачете. В тройке лидеров также представители спортшкол города Талдыкурган и Коксусского района. Лилия Штогрина, Кайрат Костурганов, телеканал ЖТСУ. Это были все новости на сегодня. Благодарим за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова